всем привет с вами Наталья Сафронова в этом ролике мы поговорим про мифы и заблуждение руководителей которые их сбивают с толку одно из популярных я замечаю когда руководитель со мной или в личной консультации или на тренинге иногда высказывает они думают о том каким же все таки мне будет мягким или жестким вот быть мягким руководителем хорошо или быть жестким руководителем хорошо это большой миф и заблуждение потому что термины мягкость и жесткость скорее подходят при выборе может быть матрасов или подушек вот мягкий или жесткий руководитель это совершенно некорректная формулировка руководитель должен иметь разнообразный диапазон стилей поведения стилей руководства и коммуникативные навыки инструменты иметь и это в общем-то к мягкости и жесткости никакого отношения не имеет еще один интересный миф руководители стремятся особенно если есть такая вот внутренняя природа перфекционистов они стремятся к тому чтобы стать идеальным руководителем и тогда они в компании строят идеальный сервис идеальных сотрудников хотят видеть идеальные процессы все идеально дело в том что в нашей жизни идеального ничего нет и для того чтобы вам быть идеальным то действительно к вам должны устроиться на работу идеальные люди приходить идеальные клиенты день должен быть идеальный еще желательно чтобы все это остановилось в точке и перестало двигаться и как-то меняться поэтому пожалуйста дорогие руководители отставьте эту идею в сторону что идеальность это недостижимый такой драйвер лучше развивайте свои управленческие инструменты свой управленческий инструментарий следующий интересный миф а скорее такой миф о том что компания должна всегда двигаться только вверх показатели должны всегда только расти и улучшаться прибыль должна всегда только расти и улучшаться и желательно на всех графиках стрелочка показывала бы только динамику роста и никогда бы не было падений это большое заблуждение потому что мы живем в мире в котором правят наверное законы физики и всегда есть время приливов и отливов как и смены сезонов года есть время когда мы инвестируем и вкладываем 7 так называемые новые проекты идеи они требуют вклада а потом есть время когда мы их взращиваем есть время когда мы получаем урожай и результатами наслаждаемся и пользуемся потом этими результатами в бизнесе также как и в природе существуют разные сезоны разные периоды и нужно более спокойно относиться к тем моментам когда вот эта спираль развития она может быть делать такую траекторию падения но это видимое падение которое нужно для того чтобы сделать следующий виток наверх есть еще одно интересное заблуждение руководителей иногда они обращаясь ко мне заказывают тренинг и так много ожиданий в этом тренинге а можно ли нам и мировоззрение поменять а можно нам и бизнес процессы улучшить а можно ли нам еще идеи новые креативные наработать а сколько времени вы хотите учиться да вот 8 часов кое-как нашли большое заблуждение в том что качественные изменения можно произвести за один тренинг однажды поработав с людьми дело в том что существует в природе такой закон это закон энтропии также физика его никто не отменял если мы постоянно не совершенствуем какие-то процессы то они имеют свойства скатываться откатываться назад да вот разлагаться если говорят говорить там природным языком поэтому для того чтобы качественные результаты получить необходимо вкладываться регулярно и постоянно потому что мышление людей она также подвержена каким-то таким статичным процессом и работать с людьми нужно постоянно интересное мое наблюдение в том что руководители иногда решают бизнес задачи путем запретов они устанавливают множество запретов это нельзя то нельзя и ничего нельзя и очень много запретов и каких-то санкций штрафового депримирования внедряют и верят в то что это эффективный управленческий инструмент на самом деле чем сильнее закручиваются вот эти болтики запретов тем сильнее будут проникать разные ситуации жизненные в которых эти запреты либо самым самим руководителям приходится нарушать либо же команда их нарушает запретами ничего не решить потому что на каждый запрет найдутся те кто его будут нарушать необходимо по-другому решать управленческие задачи попробуйте посмотреть на те объекты которые вы хотите запретить поведение людей по-другому привлеките группу к тому чтобы пообсуждать про это а какие последствия это имеет а почему нам важно по-другому а какие у вас идеи что можно делать по-другому но чтобы цель была достигнута потому что иногда руководитель свято свято бережет какой-то образ исполнения хотя на самом деле цель не достигается этим образом исполнения и возможно люди своими какими-то нарушениями именно устаревший образ исполнения задач обозначают вместо этого поговорите о цели и привлеките свою команду к поиску новых действий нового поведения которые бы эту цель реализовывала следующее интересное заблуждение руководителей состоит в том что они анализируют отчетные показатели например по итогам месяца и после этого они начинают очень как-то делать выводы иногда переживать если допустим показатели не достигнуты или находить виноватых на самом деле что бы мы ни делали это уже так называемый запаздывающий показатель когда мы видим итоговые цифры в отчетах уже на это повлиять никак нельзя это можно только воспринимать как факты делать планы на будущее на самом деле влиять нужно ежедневно на опережающие показатели для этого необходимо при планировании понимать если мы хотим получить итоговый показатель какой-то экономический то какие ежедневные действия людей как мы можем считать ежедневно продвижение компании или команды к этой цели этой цифре в конце месяца и влиять нужно на самом деле все равно что держать руку на пульсе до влиять нужно ежедневно а иногда ежечасно на какие-то процессы для того чтобы гарантированно получить вот те желаемые показатели в конце месяца руководители особенно начинающие руководители на своем старте они иногда думают что основная задача руководителя это ставить задачи подчиненным и контролировать выполнение на самом деле роль руководителя она намного шире и руководитель прежде всего это идейный вдохновитель это мотиватор это наставник это тренер воспитатель это иногда психолог поэтому у руководителя очень широкий спектр ролей которые нужно научиться освоить эти роли и научиться применять в нужном контексте потому что только постановкой задач и контролем больших результатов не достичь